Всем привет! Рада вас видеть на моем канале. И сегодня я хочу представить вам мастер-класс, который я подготовила на тему Пасхи. Я много смотрела интересных видео, как готовились американские девочки к Пасхе, и какие у них в магазинах прекрасные есть аксессуары для этого дня, какие корзиночки, какие интересные всякие прибамбасики, в которые можно положить милые подарки для этого чудесного светлого праздника. И в наших магазинах не так много интересных вещей продаются к этому дню, и я предлагаю вам сделать с вами руками замечательную интересную корзиночку, в которую вы сможете положить все, что вы захотите к этому празднику, и сделать также небольшое пожелание, написав его своей рукой на этой коробочке, на этой пасхальной корзиночке. Сейчас я вам ее покажу. Так, вот такая корзиночка. Выполнена она из очень простого материала. Это двухцветный картон, двусторонний. Здесь использован картон, крепированная бумага и клей. Вот такая пасхальная корзиночка. И я предлагаю вам посмотреть, как я ее делала. И я думаю, что вы сможете использовать этот мастер-класс и подготовиться к Пасхе, сделать своими руками пожелания своим близким людям, написать что-то приятное для них и положить сюда что-то такое символическое к этому дню. Все, что вы пожелаете и подарить своим близким. Я думаю, им будет очень приятно получить подарок, сделанный вашими руками. Итак, вам понадобится картон. Я взяла цветной двухсторонний. И из этого картона нам надо сделать квадрат. Вырезаем квадрат, размечаем наш картон, чтобы получился квадрат. И ненужную часть отрезаем. Разделяем на ровные части. Квадрат. И разрезаем. И далее складываем. Вот эти листочки будут внутри, эти снаружи. Итак, складываем коробочку и склеиваем. Сначала наносим клей сюда, приклеиваем листочки, потом сюда приклеиваем и также с другой стороны. Можно варьировать длину вашей коробочки. Можно сделать ее квадратной, чуть подлиннее. Можно вот такого размера. Итак, склеиваем и затем приступаем к декорированию. Наша коробочка склеилась. Из оставшегося кусочка мы делаем ручку. Отрезаем нужный нам размер. Музыка для декорирования корзиночки нам понадобится крепированная бумага вот такая бумажка она тянется очень удобно для создания цветов из бумаги и так я выбрала три цвета и приступим к вырезанию зеленых листиков и теперь из желтой крепированной бумаги будем вырезать лепесточки для цветка итак лепесточки вырезаны и можно приступать к сборке цветка но перед тем как собирать цветочек мы должны вырезать основание для цветка куда мы будем крепить лепесточки берем всю ту же баночку от акриловой краски обводим и вырезаем основание для цветочка готово и можно приступать к сборке для начала придадим каждому лепестку форму благо это позволяет бумага достаточно податливая тянется и можно сделать лепесточки максимально натурального вида вот таким образом фактурируем каждый лепесточек собираем цветок капаем немного клея на картоночку чтобы нам было удобно и смазываем берем первый лепесток и приклеиваем и так не спеша один за одним мы крепим лепесточки лепесточки Вот такой цветочек получается. И сейчас из контрастного мы сделаем для него сердцевинку. Вырезаем здесь окружность. Берем карандаш, немного растягиваем и обворачиваем вокруг карандаша один раз, затем берем следующий лепесточек, немного растягиваем и повторяем те же самые действия. Это будет сердцевинка нашего цветочка. Но перед тем, как ее приклеить, мы склеим каждый лепесточек между собой. Вот сердцевинка готова. И нам остается только придать ей форму немного и вклеить ее внутрь цветка. Вот такой цветочек получается. И для того, чтобы сделать открыточку для пожеланий, мы вырезаем кружочек из картона. Я выбрала диаметр упаковки от клея ПВА, просто обвела его и вырезала. И произвольно вырезала к нему подложку из скрепированной бумаги. Здесь мы можем написать свое пожелание для наших близких и родных. И оставляем подсыхать. Тем временем наш цветок высох и можно его закрепить на корзиночке. Но перед этим я хочу показать, что мы будем делать с лепестками. Их тоже немного фуктурируем, растягиваем, придаем им более натуральную форму. Таким образом. Один и второй листик готовы. И теперь можно приступать к декорированию нашей пасхальной корзиночки. Берем корзинку, ставим ее вот так на бок, чтобы нам было удобно закреплять детали. И они не падали до того, как они приклеятся. Итак, начнем с листочков. Продумаем, где они будут крепиться и их клеим. Прижимаем, чтобы хорошенько все между собой скрепилось, приклеилось. И до того, как мы приклеим нашу мини-открыточку для пожеланий, мы ее подписываем. Мое пожелание готово. Я написала «Христос воскрес!» и я закрепляю пожелание на выбранном месте. вот здесь. Наносим клей и аккуратно приклеиваем. И в завершении нашего декорирования мы закрепляем цветок. наносим клей и аккуратно приклеиваем. Вот так получилось. И чтобы наша пасхальная корзиночка была еще более праздничной, мы сделаем подложку для подарков. Мы возьмем оставшуюся желтую крепированную бумагу и немного ее растянем. И также растянем ее по краям. И положим ее внутрь коробочки. Вот таким образом коробочка приобрела совсем нарядный вид. И второй вариант коробочки пасхальной. Вот так выглядит. Продолжение следует...